В 73 регионе ликвидировали 73 пожара. И это на территориях, не входящих в лесной фонд. В самих лесах с начала пожароопасного сезона потушили 66 пожаров общей площадью 971 гектар. Два пожара случились на землях Министерства обороны. В связи с погодными условиями на сегодняшний день на территории лесного фонда действует 4 класс пожарной опасности. Пожароопасный сезон продлен. Продлен до конца октября. По сравнению с прошлым годом ликвидировано меньше пожаров по количеству, а по качеству быстрее. За счет средств нацпроекта экологии Федеральной программы сохранения лесов в 2020-м удалось закупить для пожарных химических станций порядка 300 единиц новой спецтехники. Обращаемся к жителям Ульяновской области, которые выезжают в лес, соблюдать меры пожарной безопасности. И в случае возникновения пожара информацию передавать в Министерство природы и цикличной экономики. Соблюдать или не соблюдать – зона ответственности каждого. Поймать с поличным любителей разжигать, не тушить за собой огонь, как заявляет главный ульяновский лесничий, практически невозможно. От слова совсем. Так, 36 гектаров земли были охвачены пожаром 6 октября. 24 человека тушили сутки. Им потребовалось 6 единиц спецтехники. Основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Предположительно, пожар начался именно на этом месте. Оно и не мудрено. Живописный вид, удобная поляна. Но что еще нужно для хорошего отдыха на природе? Общая площадь всего ульяновского лесничества – 34 тысячи гектаров. Сотрудники ульяновского лесничества периодически проводят беседы с населением. Также производится распространение листовок и беседы с арендаторами. Лесовозобновление, естественно, есть. Объемы доведены в госзадание. Все мероприятия выполнены вовремя. На днях устранили пожар в Старокулаткинском лесничестве. Горели 5 гектаров земли. В этот же день ликвидировали пожар в Меликесском лесу. Пламя охватило 20 гектаров. Принаталье Улова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова